Больше часа глава региона отвечал на вопросы журналиста, ведущих СМИ России. В самом начале пресс-конференции Рашид Тимрезов отметил, что республика за 25 лет прошла большой путь становления и сейчас по многим показателям развития регион соответствует общероссийскому уровню, а по некоторым значениям даже превосходит. Как я всегда говорю, это в первую очередь заслуга наших жителей, жителей нашей республики, очень дружного народа, многонационального народа. В фокусе внимания журналистов были и вопросы развития среднего и малого бизнеса, господдержка сельхозпроизводителей и работа программы по импортозамещению. Республика привлекательна для инвесторов и каждый инвестпроект доводится до логического завершения, отметил глава республики. Экономика Карачаева-Черкесии находит новые точки роста. Я всегда говорю о тех трех основных направлениях, так называемых три кита, которые я для себя определяю. В принципе, определила экономика нашей республики – это сельское хозяйство, промышленное производство и туризм. И все эти три направления, они как мультипликатор для развития малого и среднего бизнеса. Затронули и социально-экономические вопросы. Журналистов приятно удивила информация, что с 2011 года в регионе построено более 400 объектов социальной инфраструктуры. А также полностью ликвидирована очередность детских садов для детей от трех до семи лет, составлявшая 10 тысяч человек. В то же время, вы знаете, как я всегда говорю, 10 тысяч мест в детских садах мы ликвидировали очередность, а 10 тысяч мест дали 2,5 тысячи рабочих мест. Ну, я как считаю, один работник дошкольного образовательного учреждения на четверых детей. Это, ну, в среднем так получается. Ну и в то же время это 2,5 тысячи человек, которым надо платить доработную плату, согласно майским указам президента Российской Федерации. Еще один затронутый вопрос – развитие курортов в республике и безопасность на них. Рашид Тимрезов отметил, что цифра в 1 миллион туристов, приезжающих в республику ежегодно, говорит сама за себя. В Карачаево-Черкесии можно отдохнуть хорошо, недорого и, самое главное, безопасно. Я думаю, что ту цифру, которую я назвал, 1 миллион туристов, и это рост там порядка 10-15% каждый год, он сам за себя говорит. И я по такому принципу, ну, как бы, я не верю тому, что уши слышат, я верю тому, что глаза видят. И поэтому я всех всегда приглашаю по всем официальным оценкам и Министерства внутренних дел Российской Федерации, и других правоохранительных структур, Карачаево-Черкесия является одним из самых безопасных субъектов Российской Федерации. Я ответственно заявляю об этом. В преддверии юбилея регионов журналистов интересовало и празднование 25-летия Карачаева-Черкесии. Рашид Тимрезов подчеркнул, что в первую очередь это должен быть праздник для самих жителей республики. С 29-го у нас будет такая программа, которая, как мы всегда говорим, в первую очередь направлена на то, чтобы жители нашей республики и гости наши почувствовали именно праздник, почувствовали, что 25 лет республике 30-го будет во всех муниципальных образованиях, во всех селах будут проходить праздничные концерты. В завершении глава Карачаева-Черкесии поблагодарил журналистов за интересную беседу. Я вас хочу поблагодарить и, конечно же, хотел бы поблагодарить руководство ТАССа. Я считаю, что для Карачаева-Черкесии, ТАСС и Карачаева-Черкесия – это хорошие, близкие друзья. И уверен, что эти отношения будут с каждым годом, с каждым днём улучшаться и крепчать. Уже по окончанию пресс-конференции представители крупнейших российских СМИ поделились своими впечатлениями. Конференция была, в принципе, очень интересна. Для нас это не такой частый формат, когда глава республики Северного Кавказа приезжает и даёт большую пресс-конференцию. Но, я так понимаю, все были удовлетворены, как она прошла. Глава откровенно отвечал на все интересующие вопросы и темы. Я считаю, что Рашид Березбевич ответил на мой вопрос. И более того, он совершенно компетентно отвечал на все вопросы, которые были заданы на пресс-конференции. Очень содержательная пресс-конференция была. А всё-таки, с человеческой точки зрения, мне больше всего понравилась информация о развитии туристического кластера в республике. Потому что я сам неоднократно был на Донбай и всегда с удовольствием проводил там отпуск. И думаю, что после этой пресс-конференции желание появилось снова туда поехать. Причем не только на Донбай, но и на другие курорты, которые сейчас активно развиваются. Пресс-конференция дала отличную возможность зрителям, слушателям и читателям ведущих российских СМИ поближе узнать о социальном и экономическом развитии республики, достижениях и планах по дальнейшему улучшению качества жизни людей. Эрнест Чуков, Мадина Батчаева и Олег Молхожев, Архиз, 24.